Прежде чем закончим, давайте я вам еще кое-что покажу. Смотрите, у нас в задаче были все числа, массива различные. Что происходит, у нас числа есть разные. Вот давайте у нас, например, есть 10 чисел, и среди них есть много одинаковых. 1, 2, 3, 4, 5, так, сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, вот нормально. Будем искать тройку в этом массиве, что у нас получится. Она сказала, что тройка, кстати, на пятом месте, то есть вот раз, два, три, четыре. Вот эту тройку она нашла, то есть не первую, не последнюю, а какую-то среднюю. Это не очень удобно, иногда хочется найти, если у нас есть большой блок одинаковых элементов, найти самый первый из них или самый последний из них, ну, какой-нибудь сосмысленный. Если мы так называем в середину, сложно понять, сколько у нас всего троек, много или мало. Давайте перепишем наш двоичный поиск, так что мы сказал, например, самую первую тройку. И этот двоичный поиск, мы можем сделать немножко по-другому. Более общий способ писать двоичный поиск для таких случаев. Давайте сделаем так, смотрите. Будем поддерживать такой инвариант. Будем поддерживать, что элемент по индексу L всегда меньше X, элемент по индексу R всегда больше X. После чего будем двигаться навстречу друг к другу, пока R больше, чем L плюс 1. Почему именно R больше, чем L плюс 1? Если R равно L плюс 1, то у нас, смотрите, у нас есть элемент с индексом L, который меньше X, элемент с индексом L плюс 1, который больше и равен X. Значит, у нас есть два ряда настоящих элемента, один меньше, другой больше и равен. Если где-то есть элемент равный X, то он стоит по индексу R, нигде больше, правильно? Причем там стоит самый первый из таких элементов. Прекрасно. Тут есть две проблемы, смотрите. Во-первых, у нас инвариант не выполняется в самом начале. А именно, у нас может быть такое, что нулевой элемент больше равен X, тогда первый инвариант не выполняется. Может быть такое, что последний элемент меньше X, а второй инвариант не выполняется. Эту проблему мы решим следующим образом. Мы добавим два фиктивных элемента в начало и в конец массива. Будем считать, что у нас за левым концом массива стоит элемент, который меньше X, фиктивный, а за правой границ стоит элемент больше X, а тоже фиктивный. Теперь, смотрите. Здесь перепишем это тоже место следующим образом. Смотрите. Посмотрим. Если элемент с индексом M меньше, чем X, то, чтобы инвариант не испортился, можно L переставить в M. Правильно? Если элемент M меньше X, то если мы поставим сюда L, то этот вариант будет продолжен выполняться. А иначе, если M-элемент больше равен, чем X, можно правую границу переставить сюда. Тоже инвариант вот этот вот продолжит выполняться. Теперь, смотрите. Если есть элемент равный X, то он находится по индексу R. Правильно? Причем там находится самый первый из таких элементов. Давайте проверим. Проверим, что если R меньше, чем длина массива, то есть указывает на какой-то разумный элемент, и при этом элемент по индексу R равен X, тогда вернем R. Правильно? Индекс равен R. А иначе вернем минус 1. Допустим, что я себе напишу вот так. Давайте проверим, что это работает. Да, вот он вернул индекс 2. Действительно. А, вот опять у нас индексация с 0. Давайте индексацию с 1, как по задаче была. Да. Первый элемент равный тройке имеет индекс 3, действительно. Если мы хотим найти последние тройки, вот это вот, то нужно все немножко переписать. Смотрите. Нужно теперь искать так, чтобы L-элемент был меньше и равен, а правый строку больше. Тогда, когда L и R станут соседними элементами, вот в L будет последний элемент равный X. Вот такой элемент, что после него стоит больше. Тут ничего не надо менять, тут ничего не надо менять, у нас ведь меньше и равно. Здесь немножко не надо изменить. Смотри, здесь нужно проверить, что L-элемент существует, и при этом L-элемент равен X. Тогда выберите L+. Проверим, что работает. Здесь это последний элемент равный 8. Вот, действительно, 8, 9, 9. Элемент с третьего по восьмой все равны тройке. Мы имеем находит слева границу, мы имеем находит правую границу. Еще одно полезное свойство этого алгоритма в том, что если элемента нет, он позволяет находить немножко больше информации. То есть, если вы не нашли элемент равный тройке, например, в данном случае давайте поищем не тройку, а поищем что-нибудь другое. Давайте поищем элемент, которого нет. Но сейчас сложно такое. Давайте вот здесь добавим элемент импер 5, 6, вместо четверки, поищем четверку. Тогда он выберет, конечно, минус 1, но при этом в переменной L... Давайте всегда на тему в этих плюсах. В переменной L сохранить значение 8. Это 8, это уже не просто так число. Это число, которое показывает на последний элемент, который меньше, чем 4. То есть, он не нашел самого элемента 4, но он нашел границу, где бы было число 4, если бы его можно было ставить между этой тройкой и этой пятеркой. Иногда это очень полезно. Во многих значениях именно это и нужно делать. Продолжение следует... Продолжение следует...